при оценке оптической прозрачности глазных структур цветовая температура белого света имеет принципиальное значение белый светодиод нашего диагностического фонарика излучает белый свет немного желтоватого теплого оттенка и близок по цветовой температуре к солнечному свету это позволяет оценить истинную прозрачность глазных структур например изменение прозрачности роговицы на фоне посттравматического отека интенсивность света подобрана таким образом что с одной стороны свет достаточно яркий чтобы детально оценить состояние глаза и реакцию зрачка а с другой стороны световой поток нормально переносится животным и не вызывает реакцию раздражения или испуга правильная цветовая температура белого света и его интенсивность крайне важны при длительном мониторинге пациентов после операции по удалению катаракты голубоватый оттенок характерный для обычных белых светодиодов искажает клиническую картину и при преломлении и частичном отражении от поверхности искусственного хрусталика дает голубоватые блики естественный белый свет позволяет точно оценить прозрачность искусственному хрусталика и нормальную отражающую способность топетума глазного дна собаки при исследовании функции сетчатки с помощью red blue теста очень важное значение имеет психоэмоциональное состояние собаки если собака испугана или агрессивно результаты теста могут быть недостоверными необходимо обязательно дать животному возможность успокоиться и привыкнуть к окружающей обстановке и манипуляции в целом у здорового животного любого возраста даже очень пожилой собаки важной характеристикой нормальной работы сетчатки является значительно более мощная реакция на синий свет которая кроме быстрого мощного сужения зрачка почти всегда сопровождается дополнительной защитной реакции век или третьего века при этом рефлекс на красный свет сопровождается только сужением зрачка без дополнительных защитных реакций проведение red blue теста у собак после удаления катаракты с имплантацией интраокулярной линзы также важный инструмент оценки работы сетчатки в данном случае мы проводим профилактический осмотр джек-рассел терьера которому более трех лет назад было проведено последовательное удаление катаракты на обоих глазах с имплантацией искусственных хрусталиков важно учитывать что при проведении хирургического лечения катаракты зрачковая кайма на операции может повреждаться и зрачковый рефлекс может быть искажен или замедлен просто за счет неспособности зрачка нормально сокращаться поэтому важно интерпретировать функциональный тест сетчатки у таких животных с учетом качества зрения